Мы вам дикарям, кочевникам больницы построили, города, заводы, фабрики. А вы неблагодарные, так и бегали бы сейчас по своей степи. Обычно с подобных эпитетов начинает свою полемику сторонник русского мира в Казахстане. Но главный козырь у существа, не обремененного излишним интеллектом, это космос. Ведь именно их русский Гагарин полетел первым в космос, их русский королев сделал первую ракету и их русский Циолковский является главным теоретиком космонавтики. Если бы вы спросили у любого мальчишки советской эпохи, кем бы он хотел стать, то в ответ услышали бы космонавтам. Пропаганда это мощное системное оружие власти. Вергая народ в голод, войны, репрессии, дефицит, но при этом запуская ракету в космос, можно ловко манипулируя сознанием возвеличить собственную идеологию. И не важно, что Гагарин по сути был обычным подопытным кроликом. Заслуги этого испытателя не больше, чем у белки со стрелкой. Выбрали за красивые глазки, с необходимой славянской внешностью и русской фамилией и пихнув в ракету, сделали кумиром миллионов. С таким же успехом вместо Гагарина можно было бы пихнуть в кабину какого-нибудь Камбарова или Болтабаева, но нет. Для советской идеологии важна была национальность кумира, иначе как ассимилировать национальные меньшинства. Вот и создавались такие искусственные герои типа Егорова Кантария, Гагарина, Калашникова и Терешковой. Пропаганда СССР это по сути сеанс массового гипноза длительностью в 70 лет и некоторые до сих пор от него не отошли. Вторая знаковая личность в космонавтике после Гагарина это Королев. Но знаете ли вы, что первая советская ракета, якобы созданная под руководством Королева, по сути была полной копией немецкой Фау-2. Мало того, что копия, так ведь над ней работали пленные немецкие инженера. Здесь история в точности перекликается с так называемым автоматом Калашникова, который, по сути был немецким МП-42, разработанным конструкторским бюро Хугошмайстера. И те же самые немецкие инженеры, которые разрабатывали МП-42 в Германии, после войны пребывая в советском плену, дорабатывали свое же немецкое детище, которое потом Савок скромно назовет автомат Калашникова. А что? Никто ведь правду никогда не узнает. Зато можно потом десятилетиями прославлять красивые русские фамилии Егорова, Калашникова, Королева, чтобы нацмены все больше стесняясь своего происхождения, активнее бежали записываться в распиаренную титульную нацию. Возвеличивание одного этноса всегда делается для ассимиляции окружающих народов. И если с Белкой, Стрелкой, Гагариным и Фау-2 мы разобрались, то остается главный столб космической идеологии Советского Союза Цаолковский. Как гласит российская пропаганда Константин Цаолковский русский и советский ученый-самоучка, разрабатывавший теоретические вопросы космонавтики. В данном предложении, есть одно слово, которое несет идеологическую составляющую и это слово русский. Цаолковский ученый Российской империи, то есть правильнее его было бы назвать российский, но для сеанса массового гипноза договорились называть всех ученых Российской империи русскими. Не нужно обладать научной степенью в филологии, чтобы сходу не заметить буквально кричащий польский фамильный афиксский. И действительно отец Цаолковского был чистокровным поляком, а о матери Константин писал вот что. Мама была выше среднего роста, шатенко, с правильными, хотя немного татарскими чертами лица. Она много смеялась и шутила, имела разные таланты, мать, как говорил отец, таила в себе божью искру. От матери я наследовал охоту к практической деятельности, так как в ее роду были талантливые мастера. Маму Цаолковского звали Мария Юмашева. Впрочем, ее тюркское лицо вы видите на фотографии. А на второй фотографии с не менее тюркскими глазами глядит на нас маленький Константин Юмашев-Цаолковский. Так что русский Цаолковский на самом деле оказался по отцу полякам, а по матери тюркам, так как этнонимом татары, в российское царское время назывались все тюркоязычные народы. Универсальные законы физики никто не отменял. На ракету действует гравитация. Но чтобы все получилось, нам надо ее преодолеть. За каждым элементом конструкции стоит выверенный расчет. Чтобы рассчитать, как на самом деле полетит ракета, существует формула Цаолковского. Я бы эту формулу, хоть на руке, вытутыровал. Именно благодаря ей, все работает. Согласитесь, признание авторитетными американскими учеными, инженерами ведущей мировой космической державы дорогого стоит. Формулу Цаолковского, выведенную им 22 мая 1897 года многие технари помнят еще по вузовским лекциям курса физики, помню ее и я, но никогда не подумал бы, что за польской фамилией отца, скрывается тюркская фамилия его матери. Ведь вполне вероятно, что благодаря тюркскому роду талантливых мастеров Жумашевых и должна быть обязана, вся мировая космонавтика, появлению такого ученого как Цаолковский. С матерью у меня связаны самые чистые и ничем не омраченные воспоминания. Мне кажется, без ее помощи я не постиг бы ни живописи, ни музыки, ни красоты земли, писал в своих воспоминаниях Константин Цаолковский. Жумашев Цаолковский родился 17 сентября 1857 года, соответствующий пост о нем написан в сообществе. Если изучать историографию с нужного ракурса, то мы четко увидим тенденцию, как практически всю науку, культуру и политику в Российской империи ковали тюркские аристократические рода, в то время как предки современных квасных ура патриотов России пребывали в крепостном рабстве. Перед нами мама Цаолковского Марьям Жумашева, а рядом вальяжно рассевшийся по-тюркски, мальчик с казахскими глазами, отец мировой космонавтики Жумашев Цаолковский Костя. Друзья, не забудьте подписаться на канал, поделитесь с единомышленниками в социальных сетях. Поддержите автора, ведь не выживет тот народ, который продолжает смотреть на свою историю глазами соседа-оккупанта. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok